Что такое корпускулярно-волновой дуализм? Процитировано. Корпускулярно-волновой дуализм заключается в том, что любые микрочастицы материи обладают свойствами и частиц корпуску, и волну. Причем никто не подразумевает, что есть некое поле, которое упорядочивает движение частиц. Изначально имеется принципиальная разница между тем, что поле оказывает воздействие на частицу, и тем, что сама частица якобы проявляет свойства волны. Как в этом разобраться? Давайте на простых примерах. Если вы поедете на электричке, будут ли вам присущи свойства электрички? Насколько умно будет вас рассматривать как электричку? Другой пример. Поставим кораблик на волны. Приобретет ли корабль свойства океана? Следующий пример. Огурец растет на грядке, а мальчик Вася ходит в первый класс. Как Вася на детском утреннике проявить свойства огурца? Для этого ему надо приобрести свойства огурца. Нарядился Вася в костюм огурца и демонстрирует детишкам огуречные свойства. И тогда детишки вправду могут подумать, что если Вася хорошенько намажется зеленкой, то ему будут присущи свойства огурца. Заглубимся в матчасть. Волна, в общем случае, это колебания, распространяющиеся по какой-либо среде. Причем волна без поля, без среды, по которой волна распространяется, понятие бессмысленное. Если нет среды, то нет и волны. Если волна есть, значит есть и среда. Волна это колебания среды. То есть в рамках здравого смысла изначально подразумеваются три самостоятельных понятия. Первое понятие это некая сущность, среда. Причем в качестве среды не обязательно должно выступать что-либо осязаемое, такое как вода. В роли среды может выступать, например, поле. Второе понятие это волна, передающаяся по среде. Например, по воде или по полю. И третье понятие это объект, например, частица. Волна, совершающая колебания в такт волны, распространяющейся по среде. К примеру, букашка на поверхности воды колеблется в такт волну. И в этой схеме все конкретно определяется и неизвестных нет. И когда вы рассматриваете какой-либо эффект, надобность в дуалистических измышлениях полностью отсутствует. Вам не надо изобретать раздвоение личности фотона. У вас есть все основания утверждать, что поле оказывает на фотон следующее конкретное влияние. Но если вы моченый, вы можете одну из трех позиций потерять. Вообще тупо забыть о том, что волна самостоятельно существовать не может. И требуется тот самый объект, колебания которого являются волной. И если вы правда это забудете, то у вас могут получиться замечательные колебания нихрены, которые будут передавать свойства частицам. Ведь колебать нихрену в принципе не сложно. Нужно только заменить среду на фигу. И тогда никто не сможет разобраться ни с волной, ни со средой, ни с частицей. Остается только приписывать свойства одного объекта другому объекту до полного наступления мыслительного дуализма. К примеру, пришел Вася в парк и качается на качелях. Если вы ученый, то сделайте вывод, что в рамках данной системы объект совершает колебательное движение. А если вы моченый, вы можете утверждать, что Вася приобрел свойства качели. И залез Вася на качелю. И приобрел он свойства качели. И обрели селяния науки естественные и возрадовались. И стала наука. И стали академики. И стало счастье всем страждущим знаниям. В принципе, это чревата. Ведь если относительность мышления вовремя не лечить, то она может перерастать в дуализм головного мозга. И тогда любой Вася, раскачавшись на укропном дереве, будет приобретать укропные свойства. Спрашивается, почему дурам дозволено писать учебники про корпускулярно-волновой дурализм. Финансирование лженауки законом не предусмотрено. Пока на страже российского образования стоят невзаправдившные ученые, бардак будет продолжаться. В комиссии по борьбе с лженаукой восседает лжиученый, академик Александр. В комиссии по борьбе с лженаукой восседает лжиученый, академик Рубаков. Пора уже, однако, создавать комиссию по борьбе с лженаукой в комиссии по борьбе с лженаукой. С вами был Виктор Катющик Подписывайтесь на видеоканал Следите за нашими публикациями 21 век Академию наук захватили дули По себе сноплачат детишки Академия наук втупляет Мы спасаем от бобров, спасаем Расскажи своим друзьям про это Разнеси благую весть по интернету